Всем привет, ребята! С вами распаковочка в упаковочке. Это четвертая часть нашего видео. Видео у нас сегодня про посылочку с сайта ForFresh. Да, очень неожиданный выбор, да? Вот. В общем, что у нас осталось? У нас осталось из еды, в основном все, и зеленая глина. Один супчик уже находится во мне, как бы там это ни было, как бы это ни звучало. Вот. Остались два. Точнее, один супчик, другая каша. И я сейчас вам покажу, что где. Про жито я вам рассказывала. Про зеленую глину еще не говорила. Выбрала я ее все-таки. Хочу сделать, как это называется, обертывание. Господи, я совсем забыла про эти обертывания, что можно их применить еще. Вот. Про беловодье, вот про эту фирму я говорила в предыдущих роликах. Если интересно, обязательно перейдите по ссылочке. Все части, все ссылочки на части я оставлю. Что еще? Ну, то, что я говорила, да? Овсяная кашка молочная с изюмом и инжиром. Обожаю инжир. Ребят, кто тоже, то поставьте, пожалуйста, лайк. Мне будет приятно. Так. Протеиновый супчик, про который я говорила, который осталось... Осталось. Который осталось. Который остался от Биановы. И, внимание, да-да-да-дам! Вот такой вот протеиновый суп с брокколи, который уже все. Который уже пустой. Реально, ребят, он пустой, но... Вот он даже пустой по описанию. То есть, реально он пустой. Ой, тут еще, смотрите, как... Рисуночки какие я и не заметила. Вот это да. Вот что значит пропечатано очень плохо. То есть, дизайнер поработал, да? Но, блин, этот дизайн не видно. Вот, Бианова тоже. Наверное, куда-то делась голова. Тут девочка, я так поняла, едет на велосипедике. У нее тут все в корзиночке, где экопродукты. Вот. Обогащен молочным белком. 20% белка протеиновый суп-крем с брокколи. Фух, ребят. Именно этот супчик я сейчас скушала, потому что я была очень, ребят, прям очень голодная. Так что, не знаю, наверное, все-таки вам пойдет на пользу, что я его скушала и могу хоть какой-то отзыв оставить о нем. Вот прямо сейчас, прямо сию секунду. Обожаю брокколи, обожаю все, что связано с зеленым цветом, из овощей, там, фруктов. Ну, больше овощей, конечно. Вот, видите, у меня уже все. Какая-то шерсть тут затесалась в упаковке. Вот. Не то, чтобы у меня были такие прям ожидания, что он такой наваристый, он такой классный. Вот. Но все-таки очень бы хотелось, да, именно такого эффекта. Но, к сожалению, я его вот здесь, да, он прям такой вот, ну, вот прям крем-суп. Не хватает только, знаете, чего-то молочного, да, сюда добавить, и все. Идеальный бы суп получился. Вот. В данном же экспонате я его, короче, заварила. Заварила я его в кружечке, я так люблю из кружечек все это делать. Вот. Честно могу признаться, я добавила туда еще половинку даже, или, не знаю, или треть. Ну, неважно. В общем, немножко положила туда для сытного обеда, скажем так. Или даже ужина. Уже ужин на дворе. Вот. Положила немножко сухариков. И все это дело заварила, да. С таким, с такой вот добавкой это все-таки не эко-продукт, не полностью, точнее, эко-продукт получился, но все-таки было как-то посытнее, честно сказать. Вот. Ну, в принципе, вы можете добавить обычные, непокупные, да, сухарики, и будет полностью эко-продукт. Ну, хотя тоже еще из какого хлеба эти сухарики, да. Вот. Что могу сказать? Сытный он. Ну, как бы, ну, с натяжечкой. Вот. Такого супа надо прям, знаете, вот как у бабушки, да, как бы, и бывает выражение, да, поел там супчик, второе, третье, компот. Вот. Здесь, конечно, вы этого не ощутите от слова совсем. Если вам нужно, вот, знаете, это даже не перекус, это, как бы вам сказать, сочинял, сочинял, еще до выпуска этого, точнее, до записи этого ролика, думаю, как же это назвать вообще-то? Это, короче, знаете, для того, чтобы загасить ваш голод. То есть вот загасить голод этим супчиком без добавления чего-либо у вас получится. Ну, конечно же, ненадолго. Вот. Поэтому, поэтому смотрите. Подойдет, не подойдет. А потом я вообще не поняла, немножко вкус как будто изменился. К концу, так сказать, он заканчивался, я уже доедала, и вообще как будто изменился вкус. Но я подумала, может, из-за того, что я сухарики добавила. Вот. Может быть, все-таки из-за них. Ну, не знаю. Вот именно был какой-то такой странный вкус, я не знаю. Вот. Что сказать? Посоветую я этот супчик или не посоветую? Я посоветую, если вам нужно что-то здоровенькое такое, из эко, да, продукции покушать. И если вам действительно надо загасить голод, и на ближайшее, я не знаю там сколько, времени вы не собираетесь кушать, или у вас нет такой возможности поесть, ну, нормальную, обычную еду. Вот. Там, не знаю, эко-не-эко, это уже второй вопрос. Вот. Как на ресурсах, сумочки мы можем видеть, да? Ну, в принципе, я уже поняла, что ничего заваривать не надо, ну, то есть, я имею в виду варить, как таковое. И вот это вот очень удобно. Очень удобно, потому что вы, ну, главное, у вас должна быть горячая жидкость, которой можно будет залить, соответственно, этот супчик. Ну, тут, в принципе, везде так, то есть, не важно, там, эко-не-эко, вот, продукт. Вот, заваривайте, кушайте, но очень-очень трудно растворимые эти, как их назвать-то, тут было написано, как они называются, да, вот, небольшие комочки, там, ну, как бы, не то чтобы, да, большие, они небольшие, да, но их очень сложно размешать. Бывает, конечно, и сложнее, но, в принципе, в принципе, потрудиться немножко, и вы размешаете. Вот. Могу сказать, что не так вкусно, как мне бы хотелось. Я вот любитель этого всего, и то я бы, не знаю, поставила оценку 4, все-таки. Вот. Если вы не любитель этого, то, возможно, вам вообще придется поставить этому продукту 3, или меньше даже. Вот. Поэтому обычный эко-продукт и почему-то не такой вкусный, как ожидалось. Вот. Хотя, смотрите, тут еще что-то такая, что в состав входит. Смотрите, нектар органической агавы, порошкообразный. Сыр натуральный сушеный. Странно. Я почувствовала только брокколи, овощи и лук жареный, да. А, вот еще, смотрите, тут еще ароматизатор какой-то идет. Ай-яй-яй-яй-яй. Натуральный он или нет, непонятно. Вот. В общем, изготовитель у нас Москва. Короче, в этом супе мне понравилась обложка и причем нижняя обложка. Вот на черном фоне белая, зеленая надпись и везде брокколи. Это просто потрясающе. И вот этот вот рисуночек еще меня прям вдохновил. Шрифт выбран. Замечательно. А, что тут? Молодая брокколи. Ну, вообще супер. Вот. 60 килокалорий написано. В общем, попробовать стоит, а понравится вам или не понравится, вы решите, конечно, для себя сами. Ну, и раз уж мы начали про эти супы говорить, давайте закончим. Давайте закончим, да. Отлично. Тут уже другое. Тут сочная свекла или свекла. По-моему, и так, и так сейчас уже можно правильно выговаривать. Вот. Говорить точнее. 20% белка. Здесь тоже протеиновый суп свекольный. Обогащен растительным белком. Все то же самое идет. Вот. Смотрите, полностью картинка здесь. Вот такая вот. Вроде бы хорошо, что они выбрали темно-серый цвет, да? О, девочка с головой. Ура. Вот. Темно-серый цвет для того, чтобы вот это вот, как я не знаю, домик, лес там или что, да, изобразить. Но вообще не видно его сразу. Только вот при ближайшем рассмотрении и с хорошим светом. Более-менее. Вот. Ну, посмотрим, что тут. Зачитывать, конечно же, не буду. Хотя вижу уже гороховый белок. Вот. Все потом остановите, прочитайте, если вам интересно. Вот. Вот. Бельгия, Бельгия, везде написано. В общем, Бельгия, это хорошо, конечно. Интересно, что там и как? У меня с Бельгией ассоциируется, знаете, что? Ой, что? Кто? Пуаро. По-моему, он же бельгиец. Вроде как. Так, если я ничего не путаю. Вот. Пуаро у меня ассоциируется с Бельгией. Больше с Бельгией особо ничего не ассоциируется. Очень бы интересно было узнать вообще про Бельгию что-либо, что-то. Ну и у нас на очереди вот такая овсяная каша. Это молочная каша с изюмом и инжиром. Она не требует варки, так же, как и наши предыдущие экспонаты. Тут написано, что инулин. Это натуральный пребиотик из корней цикория. Ой, кто любит цикорию, тоже поставьте мне, пожалуйста, лак. Тьфу, лак. Поставьте мне лак, вам. Ребят, вы там где? Поставьте мне лак. Простите, но это реально слишком смешно, чтобы не пошутить на эту тему. Лак. Ну, всем ставят лайки, а мне надо лак поставить. Блин. Был бы тут Станислав, он бы тут просто всё. Меня всякими шуточками забомбил бы на эту тему. Я бы тут хохотала, просто, знаете, лежала бы под столом. В общем, легко и просто. All Light. Смотрите, а у них тоже тут, знаете, не без шуток. Или как там. Ну, в общем, вы поняли. Вообще, говорится All Right. То есть, All Right. А здесь All Light. Поэтому они тоже, знаете, такие вот, видимо, весёлые ребята. Ну, вот. Без добавления рафинированного сахара. Ну, что? Я вам поставлю лак за это всё. Вот, ребят, поставьте мне лак, ладно? Лайк тоже можете поставить, потому что, ну, тружусь тут, уже снимаю. Реально, это самое длинное видео по времени создания, времени записи и времени, я не знаю, разделения на части. Короче, мне кажется, мне кажется, это самый-самый такой. Реально, я уже снимаю, не знаю, сколько, ребят. Я надеюсь, вам понравится, я очень надеюсь, потому что я каждую-каждую эту с вами разбираю, всё как есть, говорю. Вот. Вот, честно. Здесь тоже, смотрите, Бельгия. Это у нас Бельгия уже идёт, что, инулины с Бельгии, да? Так, вот мне теперь интересно, это та же фирма или не та? тоже Бионова, посмотрите. О, как мы. По-моему, по-моему, почему же я их все взяла? Потому что на них была скидка и на них были более-менее хорошие отзывы, чем на остальные продукты от Бионова. Вот, скидочка, да, была. Так что лайк. Смех смехом, а мне надо вам ещё этот гид показать, журнальчики. Вот, но у нас ещё на очереди, смотрите, жито. вроде как жито даже, да? С лебедой и крапивой. Обожаю. Всё зелёное, вы посмотрите, всё для меня лепили. Лепили, как это, верстали, да, наверное? Вот, но единственное, что мне не нравится в их упаковке, в упаковке от компании Беловодия, это то, что рисунки постоянно не пропечатаны такие, вот, знаете, где-то, где-то, ой, тут, по-моему, ребят, тут какие-то пиксели уже пошли. Смотрите, реально, вау. Да, и, конечно же, шёрстка щербета, который тут околачивался, пока я ещё не начала снимать эту часть. Ну, как так, ну, ребят, ну, вот, вот здесь вот пиксели пошли уже. Ух, ужас. Ужас, ребята, зачем так делать? Не, понимаю, что мне, конечно, не есть эту упаковку, а есть содержимое, но всё равно хочется же красоты-то. вот такое вот у нас описание. Так. Эта продукция, это возрождение традиций... По-моему, вы пропустили букву А. Это возрождение традиций старорусской кухни, строрусской кухни и естественный способ быть здоровым. Ребят, я же говорю, что-то не так с вашей упаковкой. Будьте внимательнее. Так, здесь у нас способ, хотела сказать, употребления. Всё, у меня уже, видите, какая тема. Всё на употребление, ребята, всё на, так сказать, на пользу. Телефон оптовых поставок. Рамблер. Ну, и покажу, так сказать, последнюю часть. Это остальные, да? А, нет, это состав продукта. Смотрите, ячмень, лебеда, крапива. Нет, а остальные-то, вот они, тепенамбур с амарантом, вот, которую я вам говорила, мы это кушали, кушали, но не докушали, потому что истёк уже срок годности, вот, надо было быстро кушать, а там мы уже взяли, ну, со скидкой, с быстрым истечением срока годности, вот, и не успели скушать из-за этого. Вот, и греча зелёная, ну, вообще кайф. Блин, амарант, он, по-моему, он вкусный, вот сам по себе амарант и полезный. Вы знаете, я так говорю, что он вот полезный, да, но на самом деле тут всё полезное, просто смотря, с какой стороны смотреть. но я вообще масло масляное, это вот по жизни, это вот я. Ну, и самое последнее, что было в посылке, это была косметическая зелёная глина от компании DNC, она нам знакома, я думаю, что и, возможно, вам тоже. На неё часто бывают скидки на сайте озон, вот, не знаю почему, но я решила взять её на сайте по фреш. Ну, кстати, вот зелёная глина, там бывает почему-то, ну, со скидкой, но очень маленькая, видимо, поэтому я решила всё-таки закупиться здесь. Ну, как закупиться, всё-таки я взяла одну упаковочку, поэтому, тоже не скажешь закупиться, а просто попробовать, вот, здесь как можно использовать данный продукт. Ну, и вот это, наверное, всё. Покажу только, сайт, и что тут написано у нас. Срок годности 35 месяцев. DNC, косметик, Россия, Москва, да, Москва. Вот, непонятно, где изготовитель, где там ещё что, просто написано два адреса, и Щёлково, и Москва. Короче, и Московская область, и Москва сама написана. Так. Как я и говорила, если останется время, то я обязательно покажу вам журнальчик, что я и делаю, но делаю это очень-очень быстро, чтобы реально успеть. У меня в руках всего два журнальчика, и ещё два таких же журнальчика лежат здесь же. Итого, четыре журнальчика. Вот, спасибо большое, ForFresh, что положили мне их. Я думала, что всё-таки я никогда их не увижу, но я увидела. Они положили мне их бесплатно, поэтому большущее вам спасибо. Ну, и спасибо, конечно, Даше, которая сама нашла это всё дело. По-моему, один я нашла, а второй как-то то ли подвернулся мне, то ли как. Ну, короче, я не поняла, я не поняла, как это произошло, но всё-таки я их заказала и положила в корзину, и они пришли вот как вот такие вот подарочки. Так что спасибо большое. Покажу так чуть-чуть, чтобы вы имели более-менее представление об этом всём. Как тут, что бывает? Брускеты, боже мой, я обожаю брускеты. Это просто нечто. Это просто нечто. Ой, какие тут люди! Это Наталья Козлова. Собственно, это и есть директор всего магазина ForFresh. Вот. Она и её муж. Чай облепиха, имбирь. Что на... А, это, по-моему, чистый лист. Давайте проверим. Чистый лист. Мила-мила. Опа! Почему я знаю? Это потому, что я участвую в конкурсе от компании Чистый лист. И вот как раз-таки жду, когда он закончится и кого выберет победитель... О, я же говорю, Мила-мила. Вот. Это органическая косметика ручной работы, созданная для бережного и натурального ухода за кожей и волосами. Вот. От Мила-мила мне тоже приходил приз. Спасибо им ещё раз огромное. Милин Дом. Это была косметика Милин Дом. Я всё хочу попробовать. Знаете, что? От компании Мила-мила я хочу попробовать маску. Маску для лица. Вот. Надеюсь, она всё-таки мне подойдёт. Вот. И здесь, смотрите, раньше скидка на вашу корзину, промокод, да, печатали они на обложке. Сейчас же эта информация находится, видимо, внутри. Вот. Я, если честно, даже на обложке не замечала, а тут бы, наверное, ну, не знаю, может быть, и заметила, не знаю. И ещё один журнальчик. Ой, Леврана у нас. Чего тут только нету. Вот. Ой, кто-то опять у нас тут. Наталья Козлова. Оп, зелёный смузи. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А что тут такое? Вау. Блин, всё такое интересное. Вот. Я, знаете, я так проглядела, но, если честно, мне кажется, всё-таки журнал стал хуже. Ой, знакомые всё лица. Знаю двух девушек. Знаю вот эту вот девушку, знаю вот эту девушку. Извините, что показываю пальцем. Вот. Остальных девочек не знаю. Извините. Извините. Вот. А здесь как раз мы с ними и знакомимся. Meet the Team. Нет, реально, ребят, я не знаю, как бы... Ой-ой-ой-ой. Пока не знаю, но пока первое впечатление, да, я вот листаю вместе с вами, чуть-чуть полистала до этого, прям, ой, одним глазом. Вот. Могу сказать, что всё-таки нет, осталось полезной информации, картинки и всё такое, но всё-таки чего? Что-то такое, вот знаете, ушло.